Президент Садр Джапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, а именно в закон об акционерных обществах и в Уголовный кодекс. Эксперты отмечают, что документ позволит ввести временное внешнее управление на роднике Кунтур. Это, в свою очередь, даст возможность снизить негативное воздействие на окружающую среду и защитить здоровье граждан, работающих и проживающих вблизи месторождения. Данный закон надо было принимать 10 лет тому назад, но, к сожалению, у нас тогда не хватило ни воли, ни аргументов, и просто политическое руководство, и парламент пошли на поводу тех, кто решил, что таким образом мы можем проиграть международные суды, что мы можем быть изолированным от международного общества. То есть это была мнимая, ложная такая дезинформация общества, и мы как будто подались этому. И помимо этого, наверное, были какие-то коррупционные проявления. А то, что мы сейчас приняли этот закон, я думаю, что он очень правильный, с опозданием, но он очень правильный. Потому что весь мир, вся человечество двигается в сторону защиты экологии. Экология — это безопасность наших граждан, экология — это здоровье наших граждан, и экология — это безопасность планеты в целом. Поэтому, когда мы во главу угла ставим экологию выше золота, выше налогов и выше любой сиюминутных интересов, я думаю, что это правильно. После подписания вышеназванного закона посольства Канады и Великобритании выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что представительства двух стран, внимательно следя за развитием событий, связанных с законом об акционерных обществах и предстоящим внеочередным заседанием парламента 17 мая. В заявлении говорится, что депутаты обсудят вероятную национализацию компании. В Госкомиссии по кумтору на это сообщение заявили, что вопрос о национализации компании не стоит. Ни разу за все время работы Государственной комиссии в течение трех месяцев ни разу не стоял вопрос о национализации проекта «Унтер». Что касается вопросов по необходимости введения временного управляющего в случае нарушения экологии, в случае угрозы жизнедеятельности наших людей, это в соответствии с нашими законами. В первую очередь с законом о консессии консессионных предприятиях, который был принят в 1992 году с изменениями в 2004 году. И этот закон позволяет в случае угрозы жизни и здоровью работников на кумторе, мы это убедились из-за несоблюдения техники безопасности, из-за несоблюдения технологий горных работ, из-за нетехнологии проектов, тех, которые были утверждены кыргызской стороной, умерло более 19 человек, и около 66 человек получили различные травмы из них, 47 случаев с очень тяжелыми последствиями. На сегодняшний день руководство «Кыргызголдкомпани» находится не в Бишкеке, который отвечает за безопасность наших людей, плюс экология, ущерб экологии. Уже на заседании первичного звена на судах установлен один из крупнейших экологических ущербов на территории нашей страны. Сделано «Кыргызголдкомпани» более 261 миллиарда сом. Именно об этом вопросах и о нарушениях наших законов, законов о воде, законов о природоохране и водном кодексе, об этом будет разговор на заседании парламента. Но там не стояло и не стоит вопрос о национализации. Эксперты отмечают, что принятый закон об акционерных обществах и работа Государственной комиссии по кунтуру не окажет никакого влияния на инвестиционную привлекательность страны. По словам специалистов, прозрачная и справедливая бизнес-среда касается и вопросов экологии. Иностранные предприниматели, международное общество поддерживает вопрос сохранения экологической безопасности. Вот когда говорят, что именно случаи с кунтуру будут влиять на нашу инвестиционную привлекательность, я с корню не согласен с такой постановкой вопроса. Потому что я думаю, что это манипуляция мнением общественности, мнением, возможно, международных каких-то экспертов, попытка ввести их в некое заблуждение. По кунтуру это отдельная история. Это на протяжении 20 лет мы с ними оспариваем вопрос справедливости распределения прибыли, вопрос распределения дивидендов и вопрос экологической безопасности. У нас три больших спора. И вот по вопросу экологической безопасности, я просто уверен, что мы выиграем это в международных судах, в международных площадках и соответствуют международными стандартами. Весь мир, вся человечество озабочено сейчас вопросом экологии. Экология – это жизнь, безопасность всего человечества. Вот современные болезни, которые сейчас, ну как бы, пугают всего человечества, откуда это все? А это все вытекает из экологической безопасности. А мы за налоги, за какие-то преференции финансовые, за золото должны обменять свою экологическую безопасность. Это же нонсенс, это же нельзя так, это же по-предательски в отношении будущего поколения. 1 миллиард 200 миллионов тонн пустой породы были вывезены на ледники Давыдов и Лысый за все годы работы кунтура. Такие действия привели к разрушению 183 миллионов кубов льда, говорят экологи. Однако представители компании Центера считают экологические претензии безосновательными. Якобы все эти вопросы были урегулированы договорами в 2009 и 2017 годах. Я думаю, происходит манипуляция понятий о том, что в 2017 году в кодексе о воде были внесены изменения дополнения о разрешении деятельности на ледниках Давыдова, где расположена территория ледники Давыдова и Лысый. Там говорится о том, что возможна деятельность производственная там, где находятся эти ледники. Но это никоим образом не разрешает и не позволяет компания Кумтер Голд Компани, учредительным стопроцентным которым является компания Центера, нарушать наши экологические нормы, нарушать наши законы. Я еще раз подчеркиваю, изменение дополнения в водный кодекс 2017 года, позволяющие производственную деятельность на территории, где расположены ледники Лысый и Давыдова, ни в коем случае не разрешает располагать отходы и отвалы на ледниках, нарушать наши законы. И впредь всем другим компаниям тоже не надо нарушать наши законы, особенно по экологии. Это подтверждено уже решением суда первой инстанции. Ущерб в истории Кыргызстана обозначен более чем 261 миллиард сомов. То есть в соответствии с законом о консессионных предприятиях от 1992 года, на базе которого строится соглашение 2009 года, мы вводим, если будет принято такое решение в понедельник, парламентом и будет рекомендовано правительству, то возможно введение временного управления сроком на три года. Рудник Кумтер должен работать бесперебойно, но без угрозы для жизни и здоровья специалистов, которые трудятся на месторождении, говорят нардепы. Любые компании, которые нарушают процедуру экологической безопасности, должны понимать, что это наказуемо. Из-за огромных нарушений в области экологии вопрос идет только о внешнем управлении. И вопрос о внешнем управлении только идет. Поэтому были внесены законы об акционерных обществах, изменения в законе о недрах. Все эти нормы есть. Все время Кумтор Голд Компания делает во главе с Сентером Голд Компании ссылку на соглашение 2009 года. Но это тоже, я скажу, вопрос спорный, потому что есть у нас Конституция, что в старом редакции, что в новой редакции. Там есть нормы такие, что Конституция имеет самую высшую юридическую силу и прямое действие. Это, во-первых. По-юридически я скажу. Во-вторых, там в 49-й статье четко написано, что в Кыргызской республике никто, никакая компания не имеет права нарушать экологическую среду. Отметим, что общая сумма претензий к ЗАО Кумтор Голд Компании со стороны Кыргызстана составила 4 млрд 252 млн 800 тысяч долларов. Из них экологический ущерб составил свыше 3 млрд и налоговый ущерб порядка 1 млрд долларов США. Также Государственная комиссия по Кумтору инициировала вопрос о возвращении в госсобственность 106 тонн золота, который находится в хвостохранилище месторождения. Айтулхын Сулпой, Варескелеку Күлбеков, Алтайр Бишкек.